всем привет с вами джага сегодня мы поиграем такую необычную игру вот эту она представляет собой она как бы есть представлением она не представляет она есть представлением немножко может быть слишком громко музыка но я тут будет немного называется комедия дель арте маски хозяева и слуги что-то типа комедии в италии эпохи ренессанса добро пожаловать дорогой актер так ты у нас тут новенький в нашей компании я тебе кое-что расскажу слушай меня внимательно твоя роль это орликина а там сбоку стоит внизу но мы будем им играть известный персонаж италии из италии в общем-то италии понятно он представляет простых людей и их не манеры вертливости всякое короче ну да как ты новичок в нашей роли слушай дальше наши советы и мы подскажем как делать лучше но это такое сначала у нас будет небольшой такой гайд вообще игрокра крайне маленькая вот очень небольшая мы будем пытаться выискивать просто вот все возможности чтобы рассмотреть как можно больше за эту непродолжительную маленькую игру так значит что тут у нас на вот эти вот чудесные достойные люди и надо их веселить потому что наши актеры это бродячие актеры тут туринг актер с но это какие-то бродячие актеры на бродячие актеры уже забродили да значит и им надо каждый день выживать это такая выживал к но а чтобы выживать надо получать больше еды напитков и место для нащек для ночлега это зависит напрямую от того насколько хорошо повеселим этих людей но лучше же конечно же спать где-то какой-то гостинице чем в этом караване и голодными так начнут есть сундучок посмотри-ка внутри что там есть интересного и давайте посмотрим тут для некоторых объектов есть вот такие вот действия давайте пытаться что-то сделать поговорим с сундуком тут есть веселые эмоции не очень мотив веселое поговорим с сундуком весело ходит он весело как раз так это было не дизлайк ты чё делаешь говорит сундук это не комедиант а если еще поговорить типа ругательство не творится то же самое хорошо давайте попробуем потрогать по-хорошему или попал по плохому вот так это горит ничего сундук тебе ничего не сделал зачем ты его бьешь ладно можно еще по-доброму потрогать нет что-то народу не нравится уныло согласен еще есть эмоции эмоции ну давайте шарики цветные шарики это всегда веселит народ правда ты 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 дизлайк и отписка как так но остается вот какие-то яйца гомункулов кто-то тут разводит секс но вот так они разводятся точно ужас но народу нравится и вот гомунгол а нет это не гомунгол это капитана это еще один персонаж который традиционный итальянский капитан может быть капитана it's a soldier ну как бы солдат я думаю что тут имеется ввиду солдат вообще это итальянского слова solda название монеток как раз той эпохи из может даже раньше чуток ренессанс так вот значит солдат наемник солдат наемник что-то в этом роде он выглядит очень типа злобным и вообще невероятно крутым на на самом деле трусишка который боится даже свои собственные тени иногда давай-ка преподай ему урок вежливости но все такое несколько действий которые можно применить к нему ну давайте чтобы его напугать до упячки капитана транк в транке мы уже все сделали колокольчик не работает он будет работать но сейчас нет здесь ну давайте поговорим по-доброму как сундучком нет народу не нравится когда с этим гаденышем говорят по-доброму давайте поговорим по злому народу прибыло это было правильный выбор что еще есть потрогать по хорошему по плохому давайте по плохому но брависсимо теперь мы готовы наконец-то сыграть саму сцену это была такая разогрев публики как бы приквел что же будет в нашем представлении как бывает фильмах там показывают тизеры там трейлеры вот это типа трейлер был да ну что же давайте играть сцену и так основное выступление капитана орликина орликина выкинь этого капитана отсюда до капитана беспокоит чуть не сказала дистурбирует ну таки написано дистурбинг ну в общем беспокоит вашего хозяина жадного панталоны вот он будь креативным и вышвырни отсюда эту персону нон град этого капитана да ну если ты забудешь что делать спроси у панталоне снова что делать да ну давайте спросим да и всегда можно позвонить вот в этот колокольчик тогда появится акробатическое соло призванным каким-то актером это понравится публике ну вот значит все давайте пытаться что-то как-то поиграть панталоны как бы горит капитана ты мне заложил три миллиарда денег поэтому давай отдавай мне свою дочь в жены как бы намекает капитана а панталоны как бы бедный и вернее жадный отдавать не хочет брать хочет ну давайте глянем что мы можем сделать с шкафом по можно спрятаться в шкаф так а теперь выбрать нет это не впечатляет а что еще есть за шкафа для шкафа есть а потом это потом это напоследок оставим ну хорошо давайте спросим еще раз у панталоне что надо делать панталоне что делать надо выкинь капитана я понял все все не надо повторять не надо не тупой давайте повеселимся с панталоны чё чё дело и чё это сказал все понял публике не нравится эти попробуем поднять поднять этого нашего панталоны и унести не публике что-то не нравится публика как бы говорит отстой и сваливает не-не-не-не-не-не давайте колокольчик посмотрим что будет а вот кто спасает положение такое что-то то есть зачем это все показывать если приходит чувак махает шариками и всем весело и ну ладно давайте попробуем по злому о боже он испугался нет он еще не испугался хорошо давайте с ним по-доброму поговорим хотя тут можно передразнить его по-доброму по-доброму я просто хочу специально чуток меньше сделать публику потому что если будет и очень много и она очень развеселиться шоу окончится это почти все шоу хорошо давайте еще раз поговорим только передразни что еще можно сделать с нашим хозяином давайте по злому хозяина как-то вот так типа смеховато но не очень ну давайте мы еще по-доброму а чего этот боится ну что ж надо приступать к самому главному расправы над капитаном есть несколько вариантов но у нас стрелили был удар так сказать по бубенчиком капитана но мы поступим совсем по-другому на самом деле да удар по бубенчиком будет вот это и он даже может сработает и даже возможно полностью сработает но мы попробуем взять из шкафа простыню напоминаю хозяин панталоны заставляет нашего орликина изгнать капитана из дома панталоны так теперь это типа привидение ну давайте пугать привет малыш все доброе злобное привидение с моторчик получилась вторая сцена по сути на последнее орликина о боже мой такие панталоны это дочка дочка панталоны коломбина так вот как бы как бы у капитана получилось добиться руки не знаю как наверное тем что он быстро убежал и этим повеселил бать у коломбины панталону панталоне ну в общем теперь задача такая надо как-то отпуг не отпугнуть капитана от вот этого вот 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 от дочки чтобы он убежал и больше не вернулся тут опять же есть тоже два варианта один из них это давайте наверно так и поступим вариантов тут немного абсолютно даже давайте можем это позвонить уже нет хорошо либо можно использовать шкаф либо можно использовать сундук давайте используем сундук и тут есть как бы возможность надеть на коломбину маску старухи что как бы капитану не поймет подумать что на старая вот сейчас вот капитаном пришел капитана возьми же меня в жены смотри какая красивая и вообще не старая и не страшно не зеленая куда ты бегаешь убегаешь муженечек аля-ля-ля-ля такое вот ну собственно вот и все народу понравилось можете конечно сами поиграть игра такая простенькая маленькая есть несколько вариантов развития событий всех я показывать не буду оставляю на ваш на ваше усмотрение как вы сами поиграете сыграйте эту пьесу и да наши актеры заработали кучу еды и остались теперь на ночлег на нормальной гостинице собственно вот и все дальше идут титры кто сделал игру она маленькая простая и местами веселая такая но действительно она показывает какая была комедия с какими там на актерскими ситуациями приходилось сталкиваться персонажем в те времена в общем что я такой нагнал игра пройдена веселая местами можно смело играть ну и бесплатно чё же нет всем спасибо за внимание с вами был джага подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч ждите кто-то появился ты но ничего не происходит ну ладно все до новых встреч